В последние годы отмечается рост заболеваемости раком шейки матки среди молодых женщин в возрастной группе до 40 лет. Особенно заметен прирост заболеваемости у женщин до 29 лет, который составляет до 7% в год. Почти половина женщин умирает в течение первого года заболевания вследствие того, что болезнь выявляется на третьей-четвёртой стадии. Лучевая терапия считается стандартным методом для лечения местно распространённых форм рака шейки матки. Но её результаты остаются неудовлетворительными, и ведущие онкологические центры мира активно накапливают опыт по химиолучевого лечения рака шейки матки у первично неоперабельных больных. МРТ, благодаря высокой тканевой контрастности, позволяет регистрировать изменения, происходящие в процессе лечения, как первичные опухоли, так и в регионарных метастатических лимфоузлах. Анализ литературных данных свидетельствует о значительной вариабельности результатов МРТ, сложности интерпретации визуальной картины и в мониторинге химиолучевого лечения с целью оценки его эффективности. К нами были проанализированы 95 больных раком шейки матки 2А, 3Б стадиями. Возраст пациенток варьировал от 25 до 63 лет. Морфологически у 78% женщин диагностирован плоскоклеточный рак, и у 22% женщин аденокарцинома разной степени дифференцировки. Всем пациенткам выполнялась уточняющая диагностика в виде магнитно-резонансной томографии, предлучевая подготовка. И в 28% случаев, 28% пациенток получили курс сочетанной лучевой терапии в виде дистанционной гамма-терапии в суммарной очаговой дозе 46 ГРЭЙ. И внутриполосную лучевую терапию в суммарной очаговой дозе 50 ГРЭЙ с радиомодификацией цисплатином. 72% пациенток получили два курса неоадьювантной химиотерапии по схеме гемзарцисплатин с последующим курсом сочетанной лучевой терапией в виде дистанционной гамма-терапии в суммарной очаговой дозе 46 ГРЭЙ и внутриполосной лучевой терапии в суммарной очаговой дозе 50 ГРЭЙ. После лечения всем пациенткам было выполнено стандартное обследование и магнитно-резонансная томография с динамическим контрастным усилением и применением МР-диффузии через 3, 6, 9, 12 месяцев после лечения. Магнитно-резонансная томография выполнялась на МР-сканере магнитом эссенса с напряженностью магнитного поля 1,5 Тесла. При уточняющей диагностике и мониторинге лечения всем пациентам выполнялось стандартное МРТ-исследование органов малого таза в сочетании с МРТ-диффузией и с внутривенным болюсным введением парамагнетика с получением серии отсроченных сканов в стандартной Т1-звешенной последовательности. Стандартные импульсные последовательности выполнялись в режимах Т1-Т2 и режиме СТИР, а в аксиальной, коронарной и сагитальной плоскостях. При первичном обследовании мы оценивали такие параметры, как наличие опухоли в области шейки матки, также наличие инфильтрации пароцервикальной клетчатки, которая характеризовалась прерывистостью гипоинтенсивной полоски стромы по наружному контуру шейки и снижением интенсивности Т1-Т2 сигнала. Кроме того, мы оценивали распространение опухоли шейки матки на тело матки, визуализировалось распространение через внутренний зев опухолевых масс в полость матки и на стенки матки с нарушением нормальной зональной архитектоники матки. Помимо этого, оценивалась также инфильтрация на смежные органы, такие как прямую кишку и мочевой пузырь. При проведении болюсного контрастного усиления в большинстве случаев отмечалось интенсивное неравномерное накопление контрастного вещества опухолю, что свидетельствовало о наличии развитой сети внутриопухолевых сосудов. И в некоторых случаях отмечалось умеренное и слабое накопление контрастного вещества тканью опухоли. В большинстве случаев при контрастном усилении было отмечено повышение четкости контуров опухоли, что позволило исключить или подтвердить наличие инфильтрации смежных органов. При оценке динамики регресса рака шейки матки после химио-лучевого лечения мы оценивали такие параметры, как изменение опухолевой инфильтрации в области струмы шейки матки, уменьшение инфильтрации в области пароцервикальной клетчатки. И в режиме Т2 при стандартном исследовании нами было отмечено, что после химио-лучевого лечения интенсивность сигнала от шейки матки в проекции опухоли снижалась, как в Т1 и в Т2 режимах, и появлялись гипоинтенсивные включения, которые свидетельствовали о наличии зоны так называемого инициального фиброза. И в последующем, при динамическом наблюдении, отмечалось восстановление нормальных контуров шейки матки, исчезновение повышенного сигнала, характеризующего опухоль. И в ряде случаев отмечалась атрофия задней губы шейки матки и тела матки, как проявление лечения. При диффузионно-взвешенных изображениях также отмечалось в процессе мониторинга снижение интенсивности сигнала от опухоли, восстановление четкости контуров шейки матки и через 12 месяцев после лечения восстановление нормальной зональной архитектоники шейки матки. При применении болезненного контрастного усиления можно отметить, что снижение интенсивности накопления контрастного вещества в мониторинге больных проходило пропорционально уменьшению опухолевого компонента в области шейки матки в режиме Т2. И при построении графической зависимости накопления в годолиния веществом опухоли в зависимости от времени, нами было установлено, что после химиолочевого лечения отмечалось более интенсивное накопление и более длительное вымывание контрастного вещества в проекции резервировавшейся опухоли, что затрудняло дифференциальную диагностику между остаточной опухолью и рецидивными образованиями. При оценке динамики регресса опухолевого процесса мы выявили, что наибольшим изменениям подверглись строма шейки матки, и пара цервикальной клетчатки. Причем пик этих изменений приходился на 3 месяца после проведенного химиолочевого лечения. При оценке уменьшения степени регрессии опухоли шейки матки через 12 месяцев после химиолочевого лечения в зависимости от стадии и размеров опухоли. В 49% случаев нами отмечалось уменьшение размеров опухоли от 50 до 100%. При этом нами было отмечено, что наибольшим изменениям подвергались опухоли размерами от 5 до 20 мм при любых исследуемых стадиях заболевания. Также мы в процессе диагностики при первичном лечении, в мониторинге лечения изучали регионарные группы лимфатических узлов, такие как параректальные, парацервикальные, забрюшенные и подвздошные лимфоузлы. При первичной диагностике это имело большое значение для стадирования опухоли. И нами было отмечено, что контур метастатических лимфоузлов были бугристыми в большинстве случаев. Лимфоузлы в Т1 и Т2 режиме имели гипоинтенсивный сигнал. В частности, в случае сигнал повышался за счёт наличия жидкостных включений, которые могли свидетельствовать о наличии зон некроза или гистозной трансформации лимфоузла. При оценке динамики изменения размеров регионарных лимфоузлов после проведённого химио-лучевого лечения нами было отмечено, что наибольшим изменениям подверглись лимфоузлы пароцервикальной, параректальной и наружной подвздошной групп. При этом пик изменений наблюдался в промежутке от 3 до 6 месяцев после проведённого лечения. Использование дополнительных методик в дифференциальной диагностике рецидивов и послучевых изменений имеет большое значение, потому что после проведённого лечения или хирургического, или послучевых формируются зоны рубцово-фиброзной трансформации, которые могут затруднять дифференциальную диагностику между остаточными опухолями или послучевыми изменениями. Мы применяли дополнительные методики, такие как диффузионно-взвешенную томографию и на диффузионно-взвешенных изображениях при анализе изотрудных данных у пяти пациентов было выявлено после лечения снижение скорости диффузии при наличии выраженных послучевых изменений. Эта информация имеет большую актуальность, потому что данная картина развелась у пациенток с выраженными фиброзно-рукционными изменениями в зоне проведённого противоопухолевого лечения в области региональных лимфатических узлов. И при этом мы установили патогноманичный симптомокомплекс рецидивных опухолей, который проявлялся снижением скорости диффузии при диффузионно-взвешенных изображениях, снижением интенсивности сигнала на картах ИКД и характерной картиной на Т2. При режиме совмещения Т2 и диффузионно-взвешенных изображениях эти изменения вырегистрировались наиболее ярко. Таким образом, анализ динамики распространённости опухоли в процессе мониторинга показал, что максимальное уменьшение размеров новообразования было зафиксировано через 3 месяца после лечения, уменьшение инфильтрации пароцервикальной клетчатки и восстановление структуры стенок тела матки в сроке от 3 до 6 месяцев после лечения, реакция лимфоузлов после химии лучевого лечения была наиболее выраженной в сроке от 3 до 6 месяцев. При этом наибольшие изменения были зафиксированы в группах наружных подвздошных пароэректальных, пароцервикальных лимфоузлов, которые не визуализировались уже через 3 месяца после химио-лучевой терапии. Полученные данные позволяют оптимизировать сроки проведения МРТ-мониторинга при химио-лучевом лечении местно распространённого рака шейки матки. Спасибо, Наталья Сергеевна, за интересные сообщения.